Одобрили тоже в контексте борьбы с терроризмом, с новыми вызовами и угрозами, одобрили проект программы укрепления таджикско-афганской границы. Раньше этот документ был одобрен министрами обороны и секретарями Советов Безопасности, он выносится на одобрение глав государств. Подписан документ, который придает дополнительный импульс деятельности ОДКБ в сфере миротворчества, включая обеспечение взаимодействия с миротворческими операциями ООН. Это очень перспективное направление, мы видим здесь хороший потенциал. Мы подтвердили сегодня нашу нацеленность на достижении справедливого регулирования, которое основывалось бы на реалиях, на признании законных прав тех людей, чьи предки столетиями жили, обустраивали, развивали территории. И людей, которых киевская хунта после антикомиссионного госпереворота в феврале 2014 года объявила террористами и приняла серию решений, запрещающих русский язык, русскую культуру, русские средства массовой информации. Мы слышим агрессивные заявления НАТО, включая генерального секретаря Столтенберга, о том, что да, НАТО оборонительный альянс, но сегодня угрозы в адрес НАТО исходят и с Востока. При этом называют в качестве источника угроз с Востока Россию, Китай, КНДР, Иран. Угрозы, которые для евразийской безопасности появляются, они исходят с разных направлений, но в подавляющем большинстве случаев источником этих угроз является агрессивная линия НАТО, которая хочет, еще раз подчеркну, приватизировать, подмять под себя все вопросы, которые так или иначе связаны с обеспечением стабильности на нашем огромном пространстве. Именно поэтому мы, как я сказал в начале, не хотим больше полагаться на механизмы, создававшиеся в контексте евроатлантической безопасности, это и НАТО, конечно, и ОБСЕ, а хотим работать с теми странами, которые осознают свои национальные интересы над тем, чтобы контуры евразийской безопасности обсуждались и согласовывались с странами евразийского континента. Вижу трудности на этом пути, в частности, НАТО будет всячески препятствовать таким справедливым процессам, но это абсолютно безальтернативный путь, и в конечном итоге эта логика, эта философия обязательно возобладает. Перестал судить за тем, что заявляет украинский МИД, там много было разных угроз, обещаний, требований, а не то заявляют о необходимости всем русским убраться с территории Украины, как это делал Зеленский еще до начала специальной военной операции, то грозятся, как это можно посмотреть в цитатах практически всех представителей украинского руководства, уничтожить Русню везде и всюду, посадить в тюрьму, а то и физически ликвидировать русских, когда Украина вернет себе, как они говорят, Крым, Донбасс и другие свои территории. Уже одно это должно было бы как-то вызвать у цивилизованного Запада вопросы о адекватности и о соответствии киевского режима тем самым европейским ценностям, которые, как говорит Запад, Зеленский якобы отстаивает в борьбе с Россией. Это позор для тех, кто выдавал себя за носителей идеала демократии. Заявление о том, что хорошо, вот Россию надо обязательно приглашать, это ведь эти заявления делали многие участники швейцарской сходки. Но если вы в этом убеждены, зачем же вы без России собираетесь? Это первое. А во-вторых, если, как вы анонсируете, Россию позовут тогда, когда вот это вот ядро западноукраинское сформулирует свою позицию и эту позицию предъявит России, ну это очередной ультиматом, так с нами нельзя разговаривать. Если они этого не понимают, ну, мне жаль их дипломатические способности, которые они утратили, собственно говоря, подменив дипломатию с санкциями, ультиматумом и шантажом. Самая реалистичная основа была предложена президентом Путина. Территории, которые обозначены четко, недвусмысленно, окончательно, как территории Российской Федерации в нашей Конституции, должны быть полностью освобождены от иностранных войск. И войск, и инструкторов, и наемников, и, конечно же, вооружения. Если бы в феврале 2014 года это соглашение об урегулировании, на которое согласилась в том числе Россия, не было бы сорвано, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, тех самых границах, о которых она сейчас так сладострастно мечтает. Она сама руками тех, кто пришел к власти через кровавый госпереворот и стал вводить русофобские и неонацистские порядки, разрушила свою территориальную целостность. Никто не упомянул из организаторов этой сходки в Швейцарии про энергетическую безопасность в самом широком плане. Ответ, я убежден, заключается в том, что если бы они заговорили про энергобезопасность, то большинство приглашенных стран, не западных, стали бы интересоваться, а что же произошло с северными потоками, которые имели огромную роль для обеспечения энергетической безопасности, не только европейской, но и глобальной. Процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась, потому что соответствующего запроса не поступало. Сегодня армянский министр не присутствовал на заседании, но какого-либо документа от Армении, какого-либо официального шага, который сделал бы необходимым обсуждать последствия того, что не произошло, не поступало. Я упоминал об угрозе, угрозах, которые продолжают исходить с территории Афганистана. Там сохраняются ячейки и достаточно боеспособные отряды и ИГИЛ, и Аль-Каиды, и аффилированных с ними структур. Правительство талибов ведет с этими террористическими группировками борьбу неурегулированности целого ряда конфликтов, прежде всего ситуации в Палестино-Израильском урегулировании. Оно было отброшено далеко назад, после того, как Израиль решил провести специальную операцию в ответ на террористический акт 7 октября, который мы категорически осудили, но мы также не можем принять те методы, которыми сейчас пользуются вооруженные силы Израиля.